Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан Добро пожаловать в Казахстан! 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 Я хочу ему сказать, на самом деле, если американцы дадут разрешение бить дальнобойными ракетами, даже по Курской области, если они примут такое решение, на самом деле для Зеленского это приговор с конфискацией. Почему? Потому что все, что можно было требовать от Запада, начиная от «Живелинов», «Ф-16», дальнобойных ракет, неважно, как их будет применять, эффективно или не очень, сам факт политически принятого решения будет означать, что все. Вот весь имеющийся арсенал до ядерной триады, все уже они исчерпали. Ничего другого уже нет. И у Зеленского уже нечего просить будет у Запада. И он не сможет обосновать, почему он проиграл победу. Он не сможет переложить ответственность на Запад, как он это пытается делать каждый раз. Даже сегодня в своем выступлении он ткнет пальцем в этого Шольца, дескать, это он звонит Путину и таким образом ослабляет позицию Объединенного Запада и так далее. Он каждый раз делает укор, почему? Потому что он боится. Он боится, что на самом деле Шольц растаможил эту тему. Все. Все. Уже любой европейский лидер, ссылаясь на того же Шольца, скажет, что Шольц позвонил, я хочу. Причем очень важно для них, для европейских лидеров, исходить нужно не из интересов Зеленского, а из интересов европейских лидеров. Все, кто хотят так или иначе быть сопричастны к переговорному процессу в любом формате, в любом виде с Российской Федерацией, они должны представлять интерес для России. Если они не будут представлять интереса для России и не будут иметь контактов с Россией, они не будут востребованы в этом переговорном процессе. Представляешь, что будет, когда Зеленский заговорит и расскажет, какое количество политических деятелей Европы, Британии, США на самом деле получают деньги от Украины? Конечно. По коррупционным схемам, которые туда идут. Представляешь, как вздрогнет Анна Елена Бербук? Ну, та упала с батута, там может и не сдохнет. Там какая-нибудь Санна Марина, как Урсула вздрогнет, как вздрогнут прибалтийские твари. Когда выяснится, какие потоки, куда шли? Конечно. Интересно, каждый раз, когда они приезжают в Киев, они пустыми уезжают или с чемоданчиками? Я уверен, что нет. А вы думаете, случайно все эксы европейские, они трутся на Украине? Ну, потому что там самая большая в мире прачечная, где отмываются миллиарды долларов. Как изменилось благосостояние Борреля? Там много же интересных вопросов можно задать. Почему настолько нужна война, и почему настолько важно, что в какой-то момент времени Зеленский и Ермак исчезли, были уничтожены? Ну так, я же о чем и говорю. Их из этой мясорубки никто не выпустит. Они слишком много знают, они откроют рот и будут говорить. Но, кстати, в этом плане дальнобойные ракеты очень даже могут быть использованы с целью ликвидации самого Зеленского. Понимаете, в чем дело? Я об этом и говорю. 90-х... Вот он. Он есть. Он так и называется. Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. Именно о гарантиях, о которых вы сказали, уважаемый друг и президент Южноафриканской републики. 18 статей. Более того, к нему есть ещё и приложения. Они, знаете, сейчас даже не буду об этом говорить. Они касаются и вооружённых сил, касаются других вещей. Всё прописано до единиц боевой техники и до личного состава вооружённых сил. Вот этот документ. Он парафирован киевской делегацией. Подпись стоит. Но после того, как мы, как и обещали, отвели войска от Киева, что киевские власти, как обычно, делают их хозяева, выбросили это всё на сволку истории. Скажем так, аккуратно и постараюсь интеллигентно выражаться. Они отказались от этого. Где гарантии, что они и дальше не будут отказываться от каких-то других договорённостей? Но и в этих условиях мы никогда не отказывались от ведения переговоров. Уважаемые друзья, не мы, а руководство Украины объявило о том, что оно не будет вести никаких переговоров. Более того, действующий президент Украины подписал соответствующий декрет, запрещающий вести эти переговоры. Поэтому я понимаю вашу озабоченность, разделяю её. И, безусловно, мы готовы рассмотреть любые ваши предложения. Но мы не отказывались от переговоров. Отказалась украинская сторона. И декрет даже издали. Ну чего же от нас хотят? Другой сценарий. Что вот, дескать, Трамп 20-го придёт, 21-го скажет, что давайте перемирие по ЛБС, Украину в НАТО замораживаем на 20 лет, через 20... Ну вот что-то такое. Да, да. Россия откажется. И мы с вами были свидетелями оба на Валдае, что президент чётко сказал, что перемирие ему не нужно. России не нужно, чтобы подвезут снаряды. И, соответственно, здесь уже проработан второй ход в стратегии, что когда Россия отказывается, а Украина мычит, ну вот ни да, ни нет, ну вот сначала с Путиным, а мы-то как. То в этом случае Трамп может психануть, вспылить, зная импульсивность Трампа, и начнёт помогать Украине с удвоенной энергией, чего не делал Байден. И здесь как раз вот это расписывают как некий такой тайный план Зеленского, что столкнуть Трампа с Путиным, у него ничего не получится, и будет только хуже. И вот в этом контексте, да, с одной стороны будет очевидно давление со стороны Америки, давайте заканчивайте, давайте заканчивайте, будет попытка развести нас и Китай, поскольку для Трампа, понятно, Китай гораздо более значимый противник, чем Россия. И те же китайцы, они уже запели, но особенно Трамп победил как раз, когда Валдай был, они запели, что мы по-прежнему плечом к плечу, спина к спине против американского империализма, не разводитесь по новой, не бросайте нас, вот не ведитесь на морковку Трампа, подсващённую или нет. То есть китайцы очень боятся Трампа. И плюс давят сами. Плюс есть давление и по линии лиц. Интересная тоже стратегия. С фронта, друзья, прислали тушёнку, которую поставляли солдатам. Тушёнка отвратительная, первый сорт, не высший сорт, но ужасная, там одна вода, мяса практически нет, я лично её разжарил на своей кухне, и вы можете это видео посмотреть. Ты был вынужден переехать после этого? Да, был вынужден переехать, потому что в квартире стоит амбре до сих пор, вот уже сколько дней прошло. Я собираюсь копнуть глубже и выяснить, что же это за мясокомбинат такой, это Острогожский район под Воронежем, но там населённый пункт, Криниченское написано на банке, такого населённого пункта нет, есть Криничанское, но в Криничанском нет мясоперерабатывающего завода, как я посмотрел, он есть в городе Острогожске, понимаете, и вроде как уже закрыт. Там столько интересных моментов, я собираюсь с этим разбираться дальше. Вы написали, что, цитирую, мной из правительства Курской области получены шаблонные ответы о том, что населённые пункты, такие как Суджа, Борки, Рубанщина, Суджанского района, Буховка Глушковского, Любимовка, Кореневского, не включены оперштабом в перечень постоянно подвергающихся обстрелов населённых пунктов Курской области. А как вообще это возможно? Ну, то есть, все по новостям знают, куда, когда, что прилетело, потому что об этом мы всегда рассказываем, а по документам этого нет. Ну, вот видите, по данному вопросу я обращаюсь и правительство, и министерство строительства Курской области, который курирует данный вопрос, но и обращаются и главы администрации, будем говорить так, в правительство, чтобы... Вот у меня документ сейчас передо мной, я его вам процитирую. Министерство строительства Курской области, главе Суджанского района, Богачёв. Уважаемый Александр Михайлович, рассмотрел ваше письмо по вопросу выдачи свидетельств на приобретение или строительство жилья жителям Суджанского района, сообщаю. И вот идет перечисление, и тут еще в конце так вот дописывается. Так как эвакуация коснулась восьми районов Курской области, это более 150 тысяч граждан, то оказание мер социальной поддержки в соответствии с указанным порядком может привести к значительному оттоку трудового населения с территории Курской области. Учитывая изложенное, считаю, решение вопроса о мерах поддержки такой категории граждан, в том числе и жителей Суджанского района, отложить до завершения контр-террористической операции с учетом проведения оценки ущерба, нанесенного в жилому фонду. Этим сказано все. Я хожу в ПВР, и ко мне обращаются граждане, что мы не несены, у нас нет, теряются заявления, пишут по два, по три, по четыре раза люди пишут заявления. Нет ваших заявлений. То есть направлено на все, чтобы тянуть, вот говорят гражданам, что мы будем решать этот вопрос, когда населенные пункты будут освобождены. Вот когда говорят, что после победы Трампа только Европа останется с Украиной, но может быть Европа уже без Германии будет, потому что перевыборы сейчас скоро все покажут, и, мол, одна Прибалтика будет продолжать поддерживать Украину, это, в общем-то, ложь, потому что Прибалтика переобудется быстрее, чем даже самые большие сторонники украинского киевского режима. Вот, например, сегодня Коминет министров Эстонии начал процесс внесения поправок в Конституцию страны, согласно которому гражданам третьих стран нельзя голосовать на муниципальных выборах. Почему, оказалось бы, такой малозначительный факт выношу на федеральный эфир? Потому что все обычно говорят, что это граждане России и Белоруссии, бывшие граждане Советского Союза, которые имели так называемое пассивное избирательное право, то есть голосовали за местные муниципалитеты, не могли баллотироваться, но могли голосовать за граждан Эстонии-кандидатов. Но в числе этих граждан третьих стран все граждане Украины, которые живут на территории Эстонии, и тогдашняя премьерша, предыдущая Каякалс, да мы не бросим, да мы будем помогать, сняли пособия, сняли продовольственные пайки, перестали платить что в Эстонии, что в Латвии пособия на съем квартиры, а сейчас еще лишили избирательного права. Это такой вот очень знаковый момент, и эти процессы, в общем-то, не только в Польше, но и в Прибалтике украинцев очень не любят, даже украинцев, ну, невинных людей, гражданских, пострадавших от войны. Я, конечно, не сторонник той точки зрения, что неонацисты рвутся к власти, неонацисты скоро придут к власти в Прибалтике и в Европе, они давно уже пришли. Открытая публичная демонстрация без наказания неонацизма, антисемитизма, она же началась, ну, так сказать, тоже не вчера с этой фотографией. Вот есть такой ремигиус жемайтайтис. Сегодня он дал клятву верности, как новый депутат сейма Литвы, и дав клятву, ему принадлежит цитата, «надо бить евреев и гнать их из Литвы». И его никто не осудил. Это именно так. Это вот, возвращаемся в 1942 год, к которому эстонцы лишили полностью еврейский вопрос в годы Великой Отечественной войны. Юден Фрай. Вот то же самое у этого литовского депутата. И другой случай же был. Уже несколько лет назад еще не было никакой специальной военной операции, когда литовского композитора Томаса Добровольскиса неонацисты убили только за фразу «я за Путина». Путин нравится как политик. Он даже ничего больше не сказал. Его забили на улице до смерти. И вот в этом кроется ответ на вопрос, а что могут прибалтийские в Эмираты с точки зрения военной, так сказать, мощи противопоставить России. Давайте вспомним другой факт. 1,2 миллиона человек населения Латвии в годы Второй мировой войны. Ну, Латвия дала две полные нацистские дивизии в Аф-НСС. И еще одну третью дала Эстония. Две полные дивизии. Это та самая мразота, которая марширует по центру Риги каждый год. 16 марта. Но и Рига русский город, и Таллинн русский город, пролитый кровью на метр нашими предками, начиная с Петра Великого. Это наши земли, и это наши русские люди. И с одной стороны есть нацисты, но с другой стороны есть точка копения внутри. Может быть, он кипит пока только на кухнях, за разговорами. Но что-то все-таки прорывается. Я буквально четыре строчки хочу прочитать. Без воды и без хлеба, лишь с помощью неба. Один воин-затворник держит опорник. Это на неродном для него русском языке написал Каспар Димитерс, сын великой латышской советской актрисы Вии Артмане, который буквально на следующую ночь написал свою песню и посвятил Закаре Алиеву, герою, который держал опорник, действительно питаясь только силой от Господа Бога. И я очень верю, пока есть такие люди в Прибалтике, в Польше, в Германии, во Франции, как Каспар Димитерс, Россия победит, и большой русский мир опять воссоединится. И мы все к нему принадлежим. Президентом России принято решение о повышении выплат за повлекшие инвалидность тяжелые ранения, полученные военнослужащими во время проведения специальной военной операции. С 3 миллионов рублей, как это было раньше, до 4 миллионов рублей. Мы узнали об этом решении сегодня. Второе решение – распространение этого порядка на всех военнослужащих, получивших инвалидность со дня начала специальной военной операции, то есть 24 февраля 2022 года. Это решение, как определил президент, будет реализовываться через фонд «Защитники Отечества». Всем военнослужащим, получившим инвалидность в результате ранения в ходе специальной военной операции, будет дополнительно выплачен 1 миллион рублей. Не всякого сомнения, решения главы государства будут выполнены, будут реализованы. Наконец-то презентовать белорусский топор. О! Браво! Это я поручил давно сделать МКЗ. Один вариант сделан, негодный, был хуже, чем импортный, поэтому мы сделали новый. Он тяжелее немножко, чем этот, но емкий такой. Это я с дому привез все свои топоры, которыми я рублю. Это вот самый нелюбимый, но такой крепкий топор. Выбрали топор, смотрим на колодку. Запоминайте, особенно девчонки, чтобы замуж не выходили об из-за кого. Надо всегда рубить не спеша, выдыхая, вдыхая, и смотреть на колодку. Вот она трещина. И по этой трещине надо рубить, потому что природа выбрала, где слабее волокна держат. Вот она определила вот это. Что я должен сказать? Эти колодки, хоть они и объемные, но они не сложные. Не сложные. И что, со мной согласился. Поэтому выбираем соответствующий топор. Ну пусть стоит здесь пока, что ты ее таскальмешь? Нет, разрубим здесь, потом пополовине поставим. Ну и что, крепкий, потом он готов ее взять, сюда поставить. Зачем? Мы ее сейчас пополам разрубим, а потом пополовинке поставим на колодку, на которой мы будем рубить. Этим можно разрубить быстро и эффективно. Ну, такое можно и этим рубить, и вот этим подлиннее. Ну, мы белорусским, будем пробовать этим. Не волнуйся. Мы знаем, что с вами нужно делать. Не волнуйся. Это я не для показухи. Одевайте всегда перчатки. Это мои боевые перчатки, но подаренные лесниками. Они мне дрова, спасибо, привозят сюда. Таких мало ты мне привозишь, а быть потяжелее. Вот. С какой стороны будем рубить? Тут безразлично. Ну, с какой ты хочешь? С той стороны, с этой? Так, как к вам идет? Ну, давай так. Неваживаешь, малыш. Вот. Все? Браво! Браво! А знаете, де справжнє життя росіян? Ні-ні, звісно, не в їхньому тєліку. Не те, що розповідають в теплих, ошатних і дуже дорогих пропагандистських студиях. Правда, вона завжди у соціальних мережах. Тому що там життя росіян без купюр. Там те, що не вигадується і не намагається вони це якось все прикрасити і подати по-особливому. Ні. Всю жесть, все дніще свого життя вони саме там спочатку самі фільмують, а потім викладають. Тож, власне, і ми, як і завжди, зробили неймовірну підбірку соціальних мереж росіян. Смотрите, киргизмам допомагаємо, таджикам допомагаємо, абхазів допомагаємо. І тут же ці антироссійські митинги. Хрень. Пускай своєю б**ну йдєт. Подходить вечером ко мене командир і говорить, одевайся, щас будемо драться. Я вам говорю, товариш командир, ви професійний боксер, драться с вами, якщо я щас буду, то, скорее всего, вы меня уб'єте ударом в голову, так как у меня с правой стороны виска дырка. На що він мене говорить? Ну, це ж замечательно. Ну, тут, короче, все, мене начало накрывать. Я давай на нього ворати, я говорю, ну давай, ти че думаш, я боюсь, ну посмотрим щас, кто кого. Короче, я начал кричать, он і бежав. Вечером я на пост заступаю, там мы на Запорожском фронте, як положено, я с оружіем, с автоматом. Он ко мне подходит, я ему говорю, товариш командир, мы на фронте, нам надо жить дружно, нам не надо между собой воевать. И он говорит, будем на передке, я тебя обнулю. Ну, вот такая встреча у меня была, командиром мной. Вы, разумеется, слышали о том, что в Госдуме продвигают законопроект о военной присяге для детей с 14 лет. И это укладывается в рамки милитаризма, промывки мозгов детям. Характерно при этом, что никакой реальной заботы даже обучащихся военных училищ не ведется. Очередное массовое отравление. Больше ста детей из кадетского училища траванулись некачественным рыбным супом или пловом. Сейчас следователи будут выяснять. Сами, конечно, пробовать не станут, но выяснят определенно. И поставщиков еды не накажут, как это происходило и много-много лет до этого отравления. Потому что, я напомню, массовое отравление детей началось еще с поставок еды от компании Евгения Пригожина в детские сады, когда он еще был полноценным поваром Путина и главным поставщиком питания. Конечно, когда говорят о том, что дети в России нужны, имеют в виду пушечное мясо в перспективе, и военная присяга с 14 лет как бы подразумевает, но вот доживут ли эти дети до войны в Украине, большой вопрос. Иду сейчас по бульвару Пушкина, встречает меня девочка. Обнимает, блин, прижимает. Блин, знаете, вот... Одна такая встреча с такими добрыми, позитивными людьми она стоит того, чтобы ни в коем случае не реагировать и абстрагироваться от той черни, которую вы мне пишете. когда встречаешь вот такого светлого, позитивного человека, понимаешь просто, что ты идешь в правильном направлении, что не все такие, как комментаторы, и что то, что я делаю, несу в мир, транслирую любовь, доброту и красоту, что я на правильном пути и делаю все правильно. Знаете, я вчера там получается зашла в комментарии и посмотрела там, как она себя позиционирует. Одна донецкий блогер, которая пиарится на мне. Знаете, мне кажется, она от своей черноты она почернела. Вот у нее труд черный, у нее комментарии черные, она сама черная. Я думаю, ты поймешь, о ком я говорю. То есть она от своей злобы уже почернела. Но она пишет коммент под каждым видео под моим. И она берет мои видео, записывает с ним дуэты, и она себя позиционирует как донецкий блогер. Так если ты донецкий блогер, что ты пиаришься на других блогерах? Мне, например, на других людях вообще пиариться не надо. Потому что я абсолютно самодостаточна и интересна. Так вопрос, блогер это человек, который интересен людям сам, лично, как личность. А что ты на других людях пиаришься? Значит, ты неинтересная. Дохожу сейчас в инстаграм к Кириллу. Тоже он, получается, там озвучивает комментарии, которые там написали ему. Не хочу даже это повторять. Ребята, вам до Кирилла еще очень далеко. Всем. Вам у Кирилла надо учиться отношению к женщине. Отношению к жизни. Я никогда не забуду, когда меня Кирилл когда-то встретил случайно на улице, и он первым делом бросился к моим рукам брать у меня сумку тяжелую, я посылку забирала. А вы будете идти рядом с женщиной, которая сумки несет. И у вас даже мысли не возникнет ей помочь. Вам еще у нас учиться и учиться доброте и позитиву. Кто додивился до конца, то сьогодні от нас отрабатывает зеруньку в том числе, яке у нас сталевых нервов. Вы, друзья, какими щоденно прокачиваете свои скелы. И мы вас с этим вітаемо, потому что все те терпение, которому мы навчилися, весь этот анализ и критичное мисление обовязково допоможат нам легче пройти весь непрости шлях до нашої перемоги. Не забывайте коментувати, почути ее побачене. Обовязково лишайте нам вподобайку, тому що тільки так ми можем розповсюджувати всю зібрану інформацію. Ну і, звісно, підписуйтесь обовязково на YouTube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі! Дякую за перегляд! До зустрічі! До зустрічі! До зустрічі! До зустрічі! Курбанова Лайф.